19 том книги открытым оком вопрос номер 3300 тема община какова же цель написания курсовой отца нафанаила и почему он показал ее вам только через год после написания когда она уже была у неверующих в руках почти целый год отвечает игнатий тихонович лапкин еще не все открыто и мы говорим кое о чем по малом исследовании но уже понемногу видится посещение отступников из нашей общины город господина судникова когда они запускали про меня материалы сравнили слова выражение их брошюрки с курсовой лжемонаха видно что курс был один и одна рука он уже в риске он уже вырисовывается как инициатор замыслов руководителя изготовления но там пришлось недругам на суде давать по пятну они уже ничего не утверждали они только мямлили свои личные субъективные домыслы и видя поражение врагов общины и его сотоварищи он мог тяжело переживать и поискать возможность все же раздеть лидера и общину самое главное поразить пастыря а уж овцы сами рассеются и курсовая как благовидная причина даже очень кстати могла сыграть роль ширмы для злобы и неприкрытой зависти под видом исследования и как хорошо какое благо от господа моего что она вышла не после моей смерти в лице таковой причины попытаться врезать по крупному собрав весь компромат по наивысшей хамской шкале провести свой труд книга иова 5 глава 12 стих он разрушает замыслы коварных и руки их не довершают предприятия книга пророка исаи 8 глава 10 стих замышляйте замыслы но они рушатся говорите слово но оно не состоится ибо с нами бог рафинированный мирской ум да еще и ослепленные не только не расположением к тому о ком говорит и пишет человек но и злоба и мстительностью затерянные под завязку за затаренной под завязку каких только не выдаст обвинений вот одна из констат констатации над лидером и исследуемой саглядотаем группой он читает медленно в контексте это сказано для того чтобы обличить лидера исследуемой группы в неправде что он читал житья святых много раз и иное иначе сказать вызвать недоверие к словам лидера хотя бы в этой фразе а там глядишь и в другом уличин и потом потом уже слушать лидера не нужно воробьи по помойкам в первую очередь какой уж я лидер у меня нет даже высшего образования нет никаких финансов нахожусь в основании пирамиды исследователь лжемонах ни разу не сказала моей любви к богу о моей а моей любви к слову божию отсюда и все его исследования копоть и желчь из-под себя брал и разбрасывал читать умеют многие но не все почему же он не позаботился о путешествующих а старых а слепых а занятых физическим трудом взял бы да и начитал с выражением чтобы слушатель мог воспринимать не отрываясь от дела и при том ничего тут нет особенного нет ничего невыполнимого но вот почему то этого никто не сделал во всем мире с двенадцатью томами златоуста с двенадцатью книгами житий святых с пятью томами добротолюбия почему же никто не сделал до меня и после меня так и не посягнул на то зачем мне это нужно было когда за это били сажали начитанная изымали и за труды сия не получил ни от кого ни рубля положив взамен лучшие годы моей жизни зачем неужели трудно было по-честному ответить что люблю бога его его сына иисуса христа бога истинного люблю библию люблю людей и знаю что этот труд будет не на один день как из изданные нами двадцать пять книг затеял лидер а как я оказался вдруг лидером у меня не то чтобы телефона мобильного но и стационарного не было многие годы и только благодетель коммерсант не член нашей общины установил мне его а до этого я бегал к знакомым чтобы позвонить да я читаю медленно потому что конспектирую все когда в первый раз читаю подчеркиваю но но на читает и за 30 дней библию и архипелаг гулаг или найди такого чтеца не просто упрекай но на деле покажи что ты любишь людей когда я работал плотником в смп-140 меня была выработка постоянно двести восемьдесят триста процентов этот темп я получил от бога они в монашестве монашествующие у нас не задерживаются лжеинокиню и лжемонаха выдул ветер от открытости и любви которым им ходу нет друзья стали просить чтобы я еще раз перед на переначитал то что было утеряно в оригинале что было начитано на пленке изъято кгб хотя бы полную библию и архипелаг гулаг долго не решался и тому несколько причин нет зубов начал шепеля ведь а вставлять недосуг больные бронхи и часто при малейшей простуде или чуть холодного хлебнул и уже кашель забивает и глаза не видят нет прежней зоркости нужно очень хорошая как солнечное освещение и крупный шрифт очки же так и не надел до сегодня боюсь их и когда читаешь нужно свой голос слышать а я еще и глухой как как пестер старый обязательно необходимо полное уединение чтобы никто и и близко не подходил к тебе никаких звонков стуков в дверь или в окно студия идет запись получилось вот что ровно за 30 дней начитал на компьютер полную библию с неканоническими книгами патриаршего издания 1956 года 1252 страницы звучания ровно 89 часов 55 минут 38 секунд объем 5,2 гигабайта 215 файлов и архипелаг гулаг 3 тома парижского издания мк пресс 606 плюс 657 плюс 582 страницы и того с 1845 страниц объем 3 целых 828 тысяч на гигабайта 76 файлов 67 часов 6 минут 10 секунд пионером тут уже не стать никому мной за столбленная сия межа но попытайся улучшить как новую экранизацию фильмов делают может ли судников это сделать тут нужна любовь к богу и к людям если нужно если не я то кто вот я уже в этом деле и лидером многолетней и так в любом деле цель написания курсовой чтобы получить отметку и отметка была главным критерием ниже этой отметки оказались не востребованными самые основные человеческие качества порядочность смелость трудолюбие благодарность уважение нежность смирение не осуждение монашеское но по соломону и это пройдет первопослание петра 4 глава 7 стих впрочем близок всему конец и так будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах книга премудрости соломона 5 глава 9 стих все это прошло как тень и как молва быстротечная книга экклесиаста 7 глава 2 стих лучше ходить в дом плача об умершем нежели ходить в дом пира ибо таков конец всякого человека и живот приложит это к своему сердцу и живой приложит это к своему сердцу второе послание коринфянам 11 глава 15 стих а потому невеликое дело если и служи служители его принимают вид служителей правды но конец их будет по делам их почему же он сначала мне не показал курсовую когда она вся про меня такой удар тайной бывает от трусов и подлых сказать иду на вы он не скажет а будет шептать из-за угла с ухмылкой какое благо сотворил мне господь через эту курсовую отец и аким посмеивался когда я зачитывал характеристики просящем их когда и кто тебе напишет я отвечал что на меня уже много написано и они все опубликованы в книгах но вот еще одна думаю что после этой характеристики вряд ли кто смелится вскоре написать он может только с этой с это исписывать насколько всесторонние наблюдения над лидером исследуемым и над исследуемой группой провел живший среди нас и знавший на наш хлеб как мне это напоминает случай с епископом канадским михаилом семеновым кавычки открыты и удивительно святая простота епископа михаила не знаю как федор ефимович мельников относится к нему он на его то имя и прислал во время собора телеграмму с извинением что не мог прибыть на собор подвел меня он этой телеграмму сказал мне федор ефимович я же в комиссии говорил что он не нуждается не интересуется своим делом а он мне телеграмму прислал вот чудак ему же за адресовал епископ михаил свой вопль разбитого сердца и разбитых надежд на служение церкви христовой конечно не знает он что федор ефимович по отношению к нему уже не тот я не знаю как отнесся к этому рыданию разбитой души федор ефимович прочитавший прочитавший его но не думаю чтобы он понял те муки нравственных страданий пыток которые переживает епископ михаил но я знаю что у федора ефимовича уже скопился ряд причин чтобы если не обвинять епископа михаила то хотя бы не защищать и не интересоваться этим делом кавычки закрыты старообрядческая мысль 1914 год вот так и в наших отношениях с отцом нафанаила ничего не ничего не ведая про его исследования группы и меня я приехал зашел поцеловал его и потом еще не раз по телефону благодарил за прошлое его обучение меня верстки и иным компьютерным премудростям когда я его к себе прижимал обнимает и думал что у него на что у него ладанка на груди или свернутый парамант так давит мне в грудь а там лежал окровавленный булыжник которым он уже сознательно огрел меня и общин меня и общину и вот не выдержал прислал вечером с мариной дебуновой работающий с ним в одном магазине запись на дискете этой позорной курсовой точащийся кровью его несчастной и заброшенной души и наказал чтобы я обязательно получил ее именно утром они вечером почему такая трогательно сыновняя забота евангелие от марка 14 глава 44 стих предающий же его дал им знак сказав кого я поцелую то то есть возьмите его и ведите осторожно у него рассуждение похоже на доказательство адвентистов сначала они решили восстановить только субботу но оказалось что в субботу христос трудился в преисподних местах земли первое послание петра 3 глава 17 19 стихи потому что и христос чтобы привести нас к богу однажды пострадал за грехи наши праведник за неправедных быв умершлен по плоти но ожив духом которым он и находящимся в темнице духом сойдя проповедовал первое послание петра 4 глава 6 стих и вот для того и мертвым было благовествуемо чтобы они подвергшись суду по человеку плотью жили по богу духом не сумев опровергнуть эти данные они тут же объявили что никуда христос и не сходил потому что нету человека и у христа души для сохранения целостности концепции пришлось ликвидировать и преисподнюю и вечные мучения и говисты ими порожденные пошли еще дальше они не перь а не перевод библии сделали новый всемирный а произвольно переписали библию подгоняя новую версию лжи библии под все места свои своих смертоносных заблуждений у судникова мог быть тот же синдром подгонка под главное вырезать под врезать под дых и остальные остальные его наблюдения все это боль души не простившие затаивший в себе грех и смертную обиду на то что я сказал и не раз и прилюдно что все его священство монашество это зряшно надо было жениться до монашество хотя бы на вдове с ребенком и жить нормально в горах не спать до обеда не мучиться дурью монашеской если бы он обладал юмором и не пытался играть чужую роль некого защитника от евреев духовника черной сотни а нормально отслужил бы в армии побегал по горам чечни он бы был совершенно другим а так он был и остался за пределами реальности с нечеловеческой самодостаточностью ни одного совета не спросил ни разу ни у кого он же видел что я даже по самым незначительным вопросом всегда обращаюсь к церкви к аудитории чтобы помолились и он может и должен только себя исследовать книга сафоний 2 глава 1 стих исследуйте себя внимательно исследуйте народ не обузданный второе послание коринфянам 13 глава 5 стих испытывайте самих себя верили вы самих себя исследуете или вы не знаете самих себя что иисус христос вас разве только вы не то чем должны быть и уже не нас ибо нашу группу он до конца исследовал четыре года а кого-нибудь кирика близ афона а там за такое исследование быстро выпроводят но результат уже будет другой он же умный и мог бы спросить что было с теми кто потерял то что имел здесь в общине и где они ныне он бы ужаснулся но монашеская не не пробиваемая гордость и не человеческое упрямство абсолютная глухота к чужим нуждам беспредельный эгоизм есть огромные волны на пути ко христу к отвержению самого себя книга притч соломоновых 4 глава 24 стих отвергни от себя лживость уст и лукавство языка удали от себя книга пророка языки ля 18 глава 31 стих отвергните от себя все грехи ваши которыми согрешали вы и сотворите себе новое сердце и новый дух и зачем вам умирать евангелие звуки 9 глава 23 стих ко всем же сказал если кто хочет идти за мною отвергни себя и возьми коррест свой и следуй за мною не в том ли смысл высокого пути чтобы быть в любом поступке человеком но всех других трудами превзойти но разумом возвысится над веком и постигал и постигать в чем связь веков живая быть человеком не переставая давид кугультинов